9 мая 1944 года в ходе крымской наступательной операции советскими войсками был освобожден Севастополь. В этом году мы празднуем 80-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Как проходила крымская наступательная операция? Кто те герои, которые освободили полуостров? Какие военные стратегии применяли советские войска? Сегодня обсудим с нашими гостями, что известно о тех событиях, насколько важно хранить эту память и передавать ее будущим поколениям. И, конечно, поговорим о героях, которые сейчас приближают нашу победу. В студии Дмитрий Дудко. Здравствуйте. Сегодня у нас в студии Ирина Юрьевна Агишева, заведующая отделом История Великой Отечественной войны 1941-1945 годов Музея обороны Севастополя, заслуженный работник культуры Севастополя. Здравствуйте. Здравствуйте. Сергей Павлович Горбачев, ученый-секретарь военно-научного общества Черноморского флота, исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе. Приветствую в нашей студии. Мария Анатольевна Батюхно, поэтесса, супруга, участника специальной военной операции. Приветствуем в нашей студии. Добрый день. Евгений Владимирович Бойцов, заместитель начальника управления культурной политики и развития искусства Департамента культуры Севастополя. Приветствуем в нашей студии. Здравствуйте. Иван Олегович Демидов, директор Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Севастополя, Центр военно-патриотического воспитания учащейся молодежи. Здравствуйте. Здравствуйте. Что ж, тема интересная. Наш город активно празднует, активно обсуждает эти события, которые невозможно забыть. И я верю в то, что у нас получится интересный продуктивный эфир благодаря вам, нашим гостям. Ирина Юрьевна, расскажите нам, пожалуйста, вот 8 апреля 1944 года началась Крымская наступательная операция. Давайте, конечно, мы не сможем все подробности обсудить. Этого времени эфира не хватит, но хотя бы кратко. Как она проходила, какая была специфика вот этого наступления? Ну, специфика стара как мир. Обмануть противника. И это в ходе Крымской наступательной операции получилось очень хорошо. Благодаря тому, наверное, что генерал армии Толбухин, командующий 4-м Украинским фронтом и генерал-лейтенант Крейзер, командующий 51-й армией, да и остальные команды армии, они были военными Божьей милостью. И вот об этом как раз писала газета «Правда» 13 мая 1944 года. Врага били там, где он не ожидал удара, тогда, когда он не ждал, и таким образом, каким он и не предполагал. Потому что на севере Крыма главный удар был нанесен на Сиваше, хотя нормальные здравомыслящие люди в Крым пошли бы как по единственному сухопутному пути через Перекоп. И там немцы ожидали главного удара, а главный удар был нанесен через Сиваш. Точно так же и под Севастополем. Главного удара, опираясь на мнение генерала Монштейна, который 250 дней стоял здесь под Севастополем, немцы ожидали на северной стороне, он был нанесен под Сапунгарой. Вторая особенность нашей операции заключается в том, что после прорыва оборонительных укреплений немцев на севере Крыма перед нашими войсками открылись степные районы, где можно было действовать передовыми подвижными отрядами. То есть минимум пехоты, максимум того, что движется и стреляет. И задача, не ввязываясь в бои с рейергардами противника и обходя их опорные пункты, как можно быстрее прорываться к берегу моря, к Севастополю. И вот еще одна особенность, наверное, заключалась в том, что для Гитлера Крым – это была особая территория. Ведь в 1941 году он считал, что… Да не то, что считал, а действительно так и было. Ему был нужен Крым, потому что Крым не пускал его, а в нем Севастополь не пускал его к стратегическому сырью, которого не хватало. Даже Румыния не могла обеспечить этим сырьем нефть. Ему нужен был Кавказ. Но, а к 1944 году, кроме военных, политических соображений, присоединилось еще одно соображение, о котором Александр Верт, английский журналист, корреспондент BBC и Санди Таймс, говорил, что это романтический бред. У Гитлера обострился в апреле 1944, он запретил эвакуацию из Севастополя, потому что считал, что Крым – это последняя империя Готтов. Вот таким образом, ну, здесь же с третьего века нашей эры жили Готты, поэтому он считал, что на эту территорию он может рассчитывать полностью, подводя вот под свое мнение вот именно этот факт, что здесь жили Готты. Вот соединяя все это вместе, мы можем говорить о том, что Крым как в 1941-1942, так и в 1944-м необходимо было освободить как можно быстрее. И это было сделано, во-первых, как я уже говорила, потому что немцы и на севере Крыма, и под Севастополем клюнули на удочку, заброшенную генералом Толбухиным, еще и потому, что темп развивали передовые подвижные отряды, и подготовка в данном случае к штурму Севастополя была настолько хороша, что ключевую позицию Сапунгуру взяли всего за 9 часов штурма. Насколько я знаю, в начале вот Крымской наступательной операции все пошло не так гладко, да? В первый же день там так получилось, что сразу же не получилось выполнить все задачи, которые стояли перед Красной Армией или нет? Ну, мне кажется, что вы, я не знаю, где вы взяли вот эту информацию, вот на Перекопе, например, в концу первого же дня наступления был взят Армянск. Это значит, что так или иначе наступление шло верной дорогой, с одной стороны. С другой стороны, вполне возможно, что были какие-то нюансы. Например, 2-я гвардейская армия не могла взять территорию, которая называлась Карповой балкой. Но 51-я армия, которая наступала через Севаш, с южного плацдама на берегу Севаша, она помогла, она отклонилась от своей полосы наступления и помогла взять эту Карповую балку. Но с другой стороны, 2-я гвардейская армия же наступала на вспомогательном направлении. Ей большого количества фронтовой поддержки оказано не было. Вся эта фронтовая поддержка была в полосе наступления 51-й армии, поэтому возможно, что на каких-то участках и не совсем была выполнена задача, предположим, первого дня. Но за 4 дня взять 3 оборонительных полосы на Перекопе и на Севаше, я думаю, что это было достаточно хорошо сделано. Главное здесь это результат, результат, то, что мы стоим здесь, победа за нами, да, действительно. То есть это просто нюансы, но все же сейчас хотелось бы это все отметить. Вот то, что применялись вот эти вот обхитрить, обмануть врага, да, и зайти не там, где он ожидает, это же тоже все серьезная продуманная работа была подготовительной. А ведь посмотрите, что у нас было с танками. Всего 2 временных моста через Севаш было. А танков, 106 танков, им необходимо было пройти на южный берег Севаша. И вот пока готовилась крымская наступательная операция, танки учились проходить эту ширину этого моста. В тылах рисовали просто белой краской полосы по ширине моста, и танки проходили эту ширину таким образом, чтобы не свернуть вправо или влево не на сантиметр. Потому что на временных мостах это грозило бы потерей танков и остановкой всего передвижения. Ведь танки были переброшены через Севаш за одну ночь. И поэтому немцы с большим удивлением увидели их 11 апреля в Джанкои. Поэтому 12 апреля во фронтовой газете появились такие строчки. Смотрит немец. Что такое? Мчатся танки от Джанкоя. Радость фриц напрясная. Это танки красные. Кто те герои, которые участвовали в освобождении Севастополя? Там были те бойцы, которые вынужденно покидали город в 1942 году? Да, конечно. Это были и моряки Черноморского флота, прежде всего подводники, катерники и ВВС Черноморского флота. Была и морская пехота, например, Григорий Бельтиков, который участвовал в обороне Севастополя. А потом и освобождал город в составе 257-й стрелковой дивизии. Если Бельтиков сам был из морских пехотинцев, то 257-я дивизия была сформирована на базе двух морских бригад. Правда, это не наши морские бригады, но тем не менее цепочка соединения вот этого морского есть. И Григорий Бельтиков выступил на митинге своего батальона перед тем, как им необходимо было взять высоту 172,7. Кажется, что никто не знает, что это за высота. А если я скашу высота, где стоит ретранслятор, то сразу все вспомнят, что это такое дорога на Сапунгору, где сейчас стоит, по-моему, магазин «Новая линия», если я не ошибаюсь, но и ретранслятор стоит до сих пор. И он призвал своих сослуживцев драться так, как они оборонялись в Севастополь в 1941-1942. И вот эта клятва в нашем музее есть, правда, копия, снятая в архиве Министерства обороны в Подольске, но тем не менее она есть. Спасибо. Сергей Павлович, о роли флота хотелось бы понять. Не только о роли флота, и о роли флота, конечно, тоже мы скажем и особо отметим. Я хотел бы подчеркнуть, что так называемый третий сталинский удар, именно так называется Крымская наступательная операция, является во многом показательным, ну и в определенной мере классическим. Мы научились воевать. Как говорят, 1942 год был учебный, 1943 год перелома, 1944 год – это 10 сталинских ударов, что свидетельствует о том, что воевать научились не только бойцы непосредственно, как говорится, на передке, на линии фронта, на линии боевого соприкосновения нынешним языком, но и прежде всего научились воевать наши штабы, было в полной мере освоено военное искусство, военно-морское искусство. И в этой связи я хотел бы подчеркнуть, что наряду с нашими полководцами, флотоводцами, это 4-й украинский фронт «Толбухин» и командующие армиями и Крейзер, и Захаров, и Приморская армия Еременко, и Черноморский флот «Адмирал Октябрьский», и Азовская военная флотилия контр-адмирал Горшков. Все эти люди, они каждый на своем посту продемонстрировали и знания, и умения, причем все это воплощалось в конкретном боевом успехе. Но здесь и высока роль ставки верховного главного командования. Не случайно здесь в ходе крымской наступательной операции находился начальник генерального штаба маршал Василевский. Здесь находился уполномоченный представитель ставки маршал Ворошилов. К нему несколько так уничижительно, я бы сказал, относятся иной раз. Но эти люди с колоссальным управленческим опытом способствовали тому, что крымская наступательная операция продолжалась всего лишь 35 дней. Если мы будем сравнивать с тем, как шли боевые действия в Крыму в 1941-1942 году, 250 дней держался Севастополь, то здесь цифры, они говорят сами за себя. В последнее время и в научный оборот, и это доступно и любительным историям, простым гражданам введено очень много разного рода документов, которые были за грифом, очень много литературы издано. Но я как раз хотел бы обратить внимание не на конкретные подвиги, они описаны, и мы должны знать героев по фамилии, но на то, каким образом принимались все-таки управленческие решения, каким образом операция готовилась с тем, чтобы нанести наступающими силами ощутимый ущерб противнику. Ведь обычно при наступлении погибает больше атакующей стороны, несутся потери и в живой силе, и в технике. Здесь же мы являемся, констатируем то, что погибло всего лишь порядка безвозвратной потери 17 тысяч. 17,5 тысяч. А немцев до сих пор не могут посчитать, где-то порядка 110 тысяч. Это общая. Общая, да, потеря. А безвозвратные 34. И в плен взяли более 20 тысяч человек. И в этой связи это свидетельство нашего искусства, в том числе и с точки зрения подготовки операции. Изначально ведь крымская наступательная операция планировалась на 18-19 февраля. И в принципе командование говорило о том, что войска готовы, но вмешивались различные, так скажем, силы. И силы природы, и погода. Но самое главное то, что была осуществлена серьезнейшая подготовка с точки зрения материально-технического обеспечения. Это и топливо, это и для техники, естественно. Это и боезапас с тем, чтобы вот этот огненный вал, это наше продвижение было неостановимо. И в этой связи вот эти все откладывания даты, они так или иначе способствовали тому, что операция была подготовлена, что называется, наять. Хотя и первый натиск удар по Севастополю сходу не привел, в общем-то, к тому результату, который хотелось. Опять же, в силу того, что нужно было подтянуть резервы, обеспечить и боезапасом, и людьми те силы, которые будут брать Севастополь. Но и все равно, говоря даже вот о количестве потерь, мы можем сделать вывод, что, вы говорите, подготовка, в том числе и самих бойцов была на более высоком уровне. В этом смысле здесь, я думаю, хотя все относительно, особенно если мы будем разные времена и эпохи сравнивать, то, что происходило в ходе Крымской наступательной операции, то, что происходило в период подготовительных, так скажем, операций, это и Мелитопольская, конец 43-го года, и на юге Днепра операция. Они, так или иначе, имеют смысл сравнить их с тем, что сейчас происходит на СВО. Опыт тот, который был обретен нашими военачальниками и продемонстрировал, он однозначно сегодня носит прикладной характер, и нынешние наши военачальники однозначно должны им пользоваться, использовать. Что касается Черноморского флота, безусловно, Черноморский флот внес существенный вклад, свою лепту в достижение боевого успеха. Хотя, конечно же, в 44-м году действия флота, они были, ну, так скажем, специфическими. Флот к этому времени был несколько иным, чем в 41-м, 42-м году. После трагедии 6 октября 43-го года, когда после набега на Феодосию погибли лидер Харьков и два эсминца, ставка запретила большим кораблям выходить из баз на Кавказе и активно участвовать. Поэтому большие корабли практически с октября 43-го года не участвовали в боевых действиях на Черном море. Поэтому основную ударную силу собой представляли это авиаторы наши, летчики, сталинские соколы, это подводники, это наши москитные силы, наши катерники. Причем, если было потоплено более 110, по оценке единиц противника и транспортов, румынских, немецких, мы же потеряли всего 7 единиц. Лодку, катера. То есть в этом смысле боевой успех и наше искусство демонстрировалось на море. Спасибо. Ирина Юрьевна, добавить что-то хотели? Я хотела сказать, что вот вы говорили о потере, 17,5 тысяч наших, и абсолютно точно есть эта цифра 34, около 34 тысяч безозвратные потери немецкой группировки. Вот по этим подсчетам Крымская наступательная операция была первой в истории войны, когда наши потери были намного меньше, чем потери фашистов. Первой среди крупных операций с участием групп фронтов. Благодарю. К сожалению, да, вот время программы ограничено, тут можно несколько программ говорить только на вот эту тему, о подвигах. Давайте мы продолжим. Евгений Владимирович, вот исходя из всего, что произошло, вот эта вот кровопролитная война, полное мужество наших бойцов, и которая, конечно, закончилась победой, вот на ваш взгляд, какие мы можем уроки извлечь, исторические уроки из всего этого, исходя из того, что сейчас происходит, специальная военная операция? Да, очень важно сегодня сохранять историческую память, настоящую историю, да, вот и не переиначивать, как удобно, да, смириться с теми потерями, которые были, и с теми подвигами, которые совершали наши деды и отцы. Конечно, сохранение нашей культуры, наших традиций, дружбы между семьями, все же начинается с семьи. Поэтому мы понимаем все, что сегодня происходит в ходе специальной военной операции. Где-то не так, может, была рассказана история, да, о наших подвигах, наших традициях. Вот на Украине тем людям, которые сегодня по-другому немножко видят этот мир. А главное, конечно, это сохранение русского мира нашего. Вот по поводу искривления, скажем так, исторических фактов, это тоже можно делать отдельную программу, на самом деле факт актуальный, но вот что касается памяти, памяти наших бойцов, вот буквально на днях открыли, скажем так, кладбище, 343 имени дополнительно наших бойцов еще обнародованы, то есть эта работа постоянно ведется. Спустя 80 лет, и она еще до сих пор продолжает находить бойцов. Ну, продолжим. Мария Анатольевна, тот же самый вопрос, вот что касается всех вот этих событий, о чем мы можем сейчас говорить, вот какие исторические уроки извлечь? Вы знаете, я вот буквально сейчас к вам приехала с урока мужества, который мы проводили в библиотеке для старшеклассников и студентов. И вот первый урок, который вынесла вся страна, и мы до сих пор поддерживаем вот эту историческую память, это беспримерное мужество каждого гражданина нашей страны. Вы знаете все из истории своей семьи, из истории нашего Великого Отечества, как молодые мальчики приписывали себе возраст, как работали на заводах, как тыл и фронт были едины. И вот второй урок, который мы вынесли, это удивительное единство. Для меня сейчас повторяется эта история в наши нынешние дни, когда мы проводим специальную военную операцию. Ни одну армию, даже сильно превышающую в численности, в ее подготовке, не сможет победить ни одна страна, если тыл и бойцы будут разъединены. Великая Отечественная война показала такой пример ответственности, где каждый гражданин понимал, что от того, что я сейчас делаю, зависят успехи или, к сожалению, какие-то провалы на линии боевого соприкосновения, как сейчас мы говорим. И вот это вот единство удивительное, мы помним лозунг «все лучшее для фронта» и фраза «пока мы едины, мы непобедимы», вот то важное, что сейчас мы стараемся передать нашим детям. И я, как творческий человек, могу сказать еще о том, о чем мало вспоминают. Для меня это большой урок. Если место пустое, ну кто-то его обязательно займет вместо нас. Так вот, Великая Отечественная война показала, что в культуре пустого места быть не должно. Мы вспоминаем те строчки стихотворений, песен, прозы, с которыми бойцы шли вперед за нашу Родину. И слава Богу, после окончания войны страна приняла правильный курс развития культуры. Это тоже очень большой урок. И сейчас мы тоже к этому выводу уже наконец-то пришли, чтобы сердца и души не воспевали чужие идеалы. Чтобы вот так бойцы могли идти в бой, мы должны заниматься и воспитанием, и развитием собственной культуры. Но четвертый вывод бесспорный, наверное, все согласятся, что третьей мировой войны быть не должно. Да, дай Бог, действительно, чтобы этого не случилось. Иван Олегович, вот тот же самый вопрос, да, что касается выводов, что касается исторических уроков после войны и исходя из того, что происходит сейчас. Ну, уже было очень много сказано действительно правильных вещей, что сохранение исторической памяти – это очень важно. И, наверное, это один из главных уроков. Но я еще считаю, что, наверное, одно из самых важных – это то, что мы должны всегда помнить и сохранять гордость за нашу страну, за наше Отечество. Именно в этом проявляется патриотизм, любовь к Родине. То, что у нас великая страна, которая преодолела очень много различных событий, победила в этой страшной Великой Отечественной войне. И то, что сейчас происходит специальная военная операция, то, что сейчас мы видим, в очередной раз доказывает, что наш народ может быть вместе, наш народ может быть сплоченным, единым, в одном порыве, всячески бороться с теми событиями, которые происходят, и сохранять нашу историческую память. И самое главное, что у нас есть ветераны Великой Отечественной войны, которые до сих пор еще живы и, к сожалению, видят то, что происходит. Вы правильно сказали сегодня про то, что недавно открылось новое захоронение. Есть же фраза о том, что война не закончена, пока не похоронен последний солдат. Мы еще не закончили Великую Отечественную войну в этом смысле. Но, к сожалению, случилось то, что случилось. И отрадно, что и город Севастополь, и молодежь города Севастополя тоже очень ярко и открыто откликаются на помощь в специальной военной операции, посильную им помощь. И то, что у нас единая страна, мы это видим каждый день, как все в одном порыве пытаются делать все для них возможное для того, чтобы не допустить, чтобы это все распространялось вглубь нашей страны. Вот почему так часто говорят о патриотическом воспитании молодежи, но ведь по факту это та работа, которая нужна для того, чтобы вот эту память сохранить. Потому что люди, дети, да, они же это дальше передают своим детям, и так из поколения в поколение. Ирина Юрьевна, расскажите про вообще вот эту память о Великой Отечественной войне, как ее хранят в Севастополе, документы, которые сохранились, да, вот в частности в музее, про оборону Севастополя, про освобождение и в целом о войне. Ну, вы знаете, у нас около 200 тысяч экспонатов различного толка. Это и документы, и фотографии, личные вещи, реликвийные предметы, что хотите. Вот это вещи, которые принадлежали участникам обороны и освобождения Севастополя. Часть из них, но, к сожалению, не больше, естественно, представлено у нас в экспозиции на Диораме, в экспозиционном зале. Кстати, это новая экспозиция, открытая год назад. Но, к сожалению, мы не можем разместить те экспонаты, которые бы рассказывали об обороне города. Вы, наверное, все прекрасно понимаете, что у нас в городе нет музея, который бы рассказывал о том, за что, собственно, Севастополь и получил звание город-герой. Нет музея обороны. Та три четверти зала в Диораме, которые повествуют нам об обороне, это, конечно, очень и очень мало, чтобы рассказать о вкладе Севастополя вообще в историю не только Великой Отечественной, но и Второй мировой. Ну, а какого толка документы? Это, во-первых, копии документов архивов. Ведь мы не можем представить экспозицию, если мы не будем знать точно, что, когда и с кем происходило. А вот архивные документы, это и приказы, донесения, сводки, все, что хотите, они дают нам событийную сторону событий, раскрывают все до мельчайших подробностей. Ну, конечно, все зависит от человека, кто составлял этот документ. А есть еще одна сторона документального характера – это воспоминания. Вот воспоминания дополняют эти архивные документы характеристикой людей, рассказе о быте, о подвигах. И вот это вот слияние, симбиоз воспоминаний и архивных документов и дают нам правильную картину. Но, кроме всего прочего, как вы тоже понимаете, в экспозиции не могут представлены быть документы. Это фотографии, это личные вещи, это письма. И у нас их тоже достаточно. И вот с моей точки зрения, в музее не должен быть перекос в мультимедийность. В музее молодое поколение должно смотреть на те листки, пожелтевшие, и списанные чернилами уже какого-то непонятного цвета, насколько настолько они выцвели, чтобы убедиться, что эти слова «я умираю, но мы победим», написал не журналист, который составлял какую-то статью или сборник фронтовых писем, а человек, который в последние минуты жизни нашел в себе это мужество написать «не плачьте обо мне, я умру, но мы победим». Вот что должны видеть наши дети, молодежь, потому что, к сожалению, у них отсутствует генпобедителя. Они не впитали с молоком матери тех ценностей и ликой победы. Им нужно об этом не только рассказывать, показывать, им нужно доказывать. И вот доказательства, лучшие доказательства – это вот эти вещи, эти письма, которые они могут посмотреть. Не на экране, а вот посмотреть, как они выглядели по-настоящему. Прикоснуться практически. Да, конечно. Вот смотрите, письмо мальчика 13 апреля 1944 года написано. Звали мальчика Анатолий. Он написал сюда, в Севастополь, своему папе, сержанту Куроптеву, или как по-северному Куроптеву, мы все говорим более на среднюю полосу, сержанту Куроптеву. Он написал, рассказал о том, как живет семья. Было четверо детей, одна дочь и три сына. И такая строчка есть. Папа, добивай Гитлера, он нам надоел и тебе тоже. Это письмо пришло 20 апреля. И отец смог написать, что он получил это письмо. Но он был убит 24 апреля. Печально. И сослуживцы достали это письмо и написали под детским почерком свою одну единственную фразу. Ваш папа попал в боях за освобождение Крыма. И отослали обратно. Вот что надо смотреть. Да, вот как раз таки давайте это обсудим. Евгений Владимирович, вот работа, как говорится, как Ирина Юрьевна сейчас отметила, вот нужна вот эта вот работа, где можно практически прикоснуться к этой истории. Вот расскажите, как вообще с молодежью работают учреждения культуры? Какая здесь проводится работа? Да, работа с молодежью это одно из ведущих направлений учреждения культуры. Есть такая программа волонтеры культуры. Сейчас в рядах более трех тысяч волонтеров культуры, которые являются непосредственными участниками тех творческих патриотических проектов, которые реализуют наше учреждение. Среди ярких таких третий год подряд патриотический проект «Эшелон Победы», который рассказывает о подвигах наших героев в оборону, в освобождении Севастополя. И сейчас наши братья, наши отцы, которые защищают нашу родину, в ходе специальной военной операции. Вот эти сопоставления. Также творческий проект «Потомство в пример» Севастопольского театра юного зрителя. На основе подвигов первой и второй обороной Севастополя они ставят новые постановки, рассказывая детям. И после этого проводят такие дискуссии, общения с актерами героями, что нельзя показать в постановке, да, больше исторические факты с актерами, когда они прорабатывали свои роли, вот входили в это эмоциональное состояние, делятся со зрителями юными. Также творческий проект «Культурный комплекс Корабел «Дорогами Победы», когда для детей младшего возраста их же сверстники рассказывают о подвигах дедов и отцов через песни, стихотворения, произведения, как Василий Теркин, Твардовского. И, конечно же, фестиваль есть ради жизни на земле. Дворца культуры рыбаков, который седьмой год уже реализует этот проект, и в котором наполнены очень много содержательных программ для подрастающего поколения. И, конечно же, с помощью волонтеров культуры все это, среди сверстников, молодежь видит их отношения, и это же воспринимает. Нет такого отрицания этой истории. Детям и молодежи нравятся эти творческие проекты, и они хорошим являются инструментом для того, чтобы правильно донести историю, рассказать не только исторические факты художественных произведений, стихотворений, музыки, танцев, показать то время и как было на самом деле. Мария Анатольевна, я так полагаю, вы как приверженец тоже воспитания через творчество, привития вот этих правильных ценностей, этих исторических фактов, и состоите в Комитете Семей воинов Отечества. Я так понимаю, это тоже направление работы, патриотическое воспитание молодежи, одно из них, да? Вот расскажите об этом, какая здесь работа. Конечно, мы проводим сами уроки мужества, принимают участие и наши члены комитета, то есть это мы, жены и вдовы героев СВО, и действующие бойцы, когда приезжают в отпуск, и ветераны. Уроки мужества проводятся в школах, проводятся в средних профессиональных учебных заведениях, в университетах. Я являюсь лектором Всероссийского общества знаний, провожу там встречи. Плюс все, что мы сейчас услышали, вся вот эта творческая наша работа города Севастополя, конечно, и там мы тоже имеем свое место. Вот прямо сейчас, я вам уже упомянула, что проводили мы с нашим комитетом урок мужества в библиотеке. Вы знаете, дети настолько готовы слушать, потому что есть некий информационный голод, возможно, за какое-то последнее время и сейчас, и их семьи коснулась вот эта история. И мы делаем такое соприкосновение героев Великой Отечественной войны, приводим какие-то примеры, делаем соединение с нынешней ситуацией. И вот мои слова, которые я сегодня обращала к молодежи, я говорила, любовь к родине – это не только георгиевская лента у вас на плечах. Любовь к родине – это ваша застеленная кровать с утра, это ваша зарядка, это ваша пятерка в дневнике, это ваши победы в спорте, это ваши победы в культуре, в творчестве. Вот тогда, когда наша родина снова встанет на свои крепкие ноги, она уже делает и расправит плечи, вот это называется патриотизм. У меня двое сыновей, и с детства я воспитывала так. Вы прежде всего севастопольцы. Севастополец не имеет права быть неопрятным, ленивым, бездушным, грубым. Вот они знали уже, еще маленькие, я им говорила, севастополец так не поступает. И даже была такая шутка там, если что-то провинились, я говорю, вот я вас вывезу за знак, где Севастополь зачеркнут, вы будете кем угодно, но не севастопольцами. Но самое главное, чтобы не было вранья во всем этом. Когда мы, взрослые, поступаем именно так и подаем свой пример, ведь не нужно воспитывать детей, нужно воспитывать себя. И когда сейчас наше взрослое сообщество, слава богу, очищается, мы видим примеры мужества, стойкости из простых ребят, которые, да, там и 90-х годов сейчас на СВО воюют. И это влияет сильно лучше, да, на наших ребят, чем даже какие-то рассказы. И вот совсем коротко упомяну, мы сейчас на светлый праздник Пасхи поздравляли 200 бойцов, которые находятся на излечении вот нашим комитетом. И это тоже соприкосновение с нашими детьми. Мы пошли в госпиталь, мы попросили школы, чтобы дети подготовили рисунки, подарки, поделки, письма. И один боец нам сказал, когда держал поделку, и поздравление, говорит, вы знаете, это сейчас важнее, чем награды от Министерства обороны. Спасибо. Иван Олегович, хотя бы кратко, да, о работе, которая проводится с молодежью в Центре военно-патриотического воспитания, какие мероприятия. И вот мы сейчас говорим о том, что молодежь вникает, молодежи это интересно. Что можете сказать? Так ли это действительно? Я могу сказать, что у наших школ, правтехов, даже детских садов такое большое количество различных патриотических мероприятий. А самое главное, большое и очень искреннее количество участников этих мероприятий. Что этим действительно город может гордиться. И у нас в Севастополе действительно с самых юных лет и до студентов идет большой пласт работы по патриотическому воспитанию. Сейчас в преддверии 9 мая, конечно, у нас проходит в городе большой марафон образовательный «Мы наследники Победы», который объединяет большое количество различных акций. Одна из таких акций, на которых хочу отдельно остановиться, она называется «Фотоконкурс листа и семейный альбом». Эту акцию наш центр запустил 5 лет назад, к 75-летию освобождения Севастополя. И тогда история заключалась в том, чтобы семьи вместе с детьми посмотрели свои архивы, свои семейные альбомы, нашли каких-то фотографий своих дедов, прадедов, участников Великой Отечественной войны, может быть, какие-то фронтовые фотографии, и сделали реконструкцию такую своеобразную. И тогда мы получили большой отклик. Но на сегодняшний день этот акций, этот конкурс зажил абсолютно по-новому, потому что теперь дети делают реконструкцию своих отцов-участников СВО и своих прадедов, участников Великой Отечественной войны. То есть наши севастопольские семьи очень пронизаны всей этой большой историей нашего государства. И мы проводим, когда итоги этого конкурса, мы обязательно проводим в социальных сетях ВКонтакте онлайн-голосование. И в этом году более 20 тысяч голосов за два дня. Это как бы в нашем случае беспрецедентный момент. И это говорит о том, что есть большой отклик и молодежи, и родителей, потому что действительно правильно сказали о том, что все идет от семьи в первую очередь. И очень большое количество мероприятий. Наши детские сады недавно завершили прекрасный фестиваль под названием «Весна Победы», когда дошкольники вместе со своим коллективом исполняют смотрстрой песни, когда они стараются. Видно то, как для них это важно даже в таком юном возрасте. Безусловно, для старших школьников тоже большое количество мероприятий, встреча с ветеранами. И Великой Отечественной войны. Но, к сожалению, это уже достаточно проблематично, потому что ветераны очень пожилые. Но мы сотрудничаем с ветеранскими организациями. Наши школы сейчас в преддверии 9 мая посещают ветеранов на дому. Те, кто может принять ветеранов, какие-то берут у них короткие интервью для того, чтобы зафиксировать их воспоминания, потому что это очень важно для подрастающего поколения. И то количество участников говорит о том, что молодежь Севастополя стремится к сохранению этой памяти, гордятся нашим городом, нашими героями, и активно тоже вовлекаются в поддержку участников СВО. Вот сейчас буквально недавно к светлому празднику Пасхи. Благодаря оригинальному делению «Единой России» не собирали куличи. Школы тоже активно приняли в этом всем участие. И практически все школы в меру своих возможностей за короткий срок поучаствовали, и большое количество было передано в зону СВО. Поэтому можно только гордиться нашим молодежью. Вы знаете, конечно, говорить про ветеранов важно и нужно, но вот сразу, буквально недавно меня посетила такая мысль, что ведь ветеранам-то уже практически по 100 лет. Многим уже больше 100 лет. И вот действительно тут только вот так вот их посещать на дому и уделять им внимание. Отмечу, что нашим ветеранам всегда уделяется особое внимание. Вот на прошлой неделе губернатор Михаил Развожаев вручил медали. 80 лет освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков, нашим уважаемым ветеранам Александре Ивановне Портной и Валентине Тимофеевне Сергушкиной. Также наши ветераны получают всестороннюю поддержку, в том числе и выплаты ко Дню Победы. Сергей Павлович, что касается патриотического воспитания, молодежи в том числе, да, вот как вы считаете, насколько хорошо сейчас выстроена эта работа, ваше мнение? Я думаю, что патриотическое воспитание должно касаться всех, не только молодежи. И в этом смысле за последние три десятка лет произошли, ну, наверное, тектонические изменения, обусловленные вестернизацией нашей жизни, американизацией, изменения, в общем-то, таких сущностей, сущностных вещей. И в этой связи, наверное, говоря о военно-патриотическом, патриотическом воспитании, мы, наверное, должны говорить и о промахах, провалах, разрывах в нашем образовании. Это вопросы, связанные и с общей культурой, и с общими знаниями. Переход на разного рода тестирование, квесты и так далее. То, о чем Ирина Юрьевна говорила, приводит к клиповому мышлению и, в принципе, отучают людей думать, делать собственные выводы на основе анализа. И в этой связи, я думаю, перед нами стоит очень серьезная задача с тем, чтобы вернуть понятиям, которые у нас по-прежнему на устах, но потеряли содержание. Вернуть этим понятиям глубинное истинное содержание. Что такое отечество? Некоторые говорят, это Российская Федерация. Российская Федерация – это государство. Отечество – это понятие, выходящее за какие-то географические рамки. Это духовные скрепы, которые должны объединять не только тех, кто в нынешних границах живет, но и тех, кто проживает на Украине. Это наше отечество. В Белоруссии, в других постсоветских республиках. Поэтому, говоря о том, какие задачи, задачи масштабные, глобальные и системные. И я думаю, что операция решения этих задач должна все-таки на государственную идеологию. Патриотизм, как говорят, является у нас государственной идеологией. Патриотизм не может быть идеологией. Это инструмент достижения тех задач, которые общество ставит перед собой. А идеология заключается в образе будущего. Того, как мы видим отечество, как мы воспитываем молодежь к тому, чтобы стремиться к серьезным, большим задачам. Спасибо. Евгений Владимирович, к сожалению, не так много времени остается программы, но очень бы хотелось затронуть тему мероприятий. Знаю, что весь год вообще пройдет под эгидой праздника 80-й годовщины освобождения Севастополя. Расскажите кратко, что ждет севастопольцев в мае месяце и в дальнейшем. Основные мероприятия 8-9 числа пройдут в городе Герои. 8-го числа во Дворце культуры рыбаков состоится праздничный концерт. Здесь не было тыла. Здесь всюду был фронт с участием лучших творческих коллективов. 9-го числа на открытых площадках города в Парке Победы пройдет акция «Вальс Победы». Под эстрадно-духовой оркестр в сопровождении артистов Театра танца Вадима Елизарова жители смогут поучаствовать в этой акции. В сквере Балаклавского родоуправления творческие коллективы города также представят свою концертную программу. На эстраде Приморского бульвара состоится три концертных программы, в которых примут участие заслуженный коллектив «Морская душа» ветеранов флота. Русский народный оркестр «Жемчужина России» и народный оркестр «Садко» дворца детского инушеского творчества подарят свою программу «Поклонимся великим тех годам». А вечером приглашаем всех жителей на городской праздничный концерт на летней эстраде. Вечером же состоятся показы фильмов «Освобождение Севастополя» и «Море в огне» на Матровском бульваре в летнем кинотеатре и на открытой эстраде Приморского бульвара. Также хочется сказать, что большой подарок для города-героя Севастополя к нам едет из Русского музея замечательное полотно Александра Дайнеки «Оборона Севастополя», написанное в 1942 году в период непростой для города-героя. Это настоящий подарок от Министерства культуры Российской Федерации. И всех жителей мы приглашаем посетить. Два месяца будет эта картина находиться в Севастопольском художественном музее имени Крошицкого. Вход свободен, можно записываться на групповые экскурсии, которые проведут и расскажут, как создавалось это полотно, особенности этой картины, как она писалась. Поэтому каждое учреждение культуры в сельской местности тоже будет много кинопоказов, свободный вход, много концертных программ, тематических мероприятий в нашей библиотечной системе. Поэтому ждем севастопольцев, чтобы вместе встретить 80-ю годовщину и 79-ю годовщину Великой Победы. Спасибо большое. Остается совсем немного времени. Я все-таки предлагаю, вот у нас такой получился насыщенный праздничный эфир, я предлагаю по пару слов буквально вот хотя бы сказать нашим уважаемым ветеранам, севастопольцам. Пожалуйста, Ирина Юрьевна. Ну, мне хочется просто всем жителям нашего города напомнить то, что говорили те, которые стояли у стен нашего города в 41-м, 42-м, 44-м. Вы знаете, они были из разных областей, районов, городов и сел нашей бывшей большой страны, но не все считали себя севастопольцами, а это дорогого стоит. Спасибо. Сергей Павлович. Вы знаете, ковид и СВО все-таки в значительной мере изменили нашу жизнь. Поэтому я хотел бы пожелать всем не хворать, не терять никого и ничего, и побеждать. Ну, а Севастополю сохранять свое лицо, морское, гордое лицо в виде города-победителя. Спасибо, Иван Олегович. Хочется, конечно, пожелать в первую очередь здоровья, мирного неба, ну и чтобы все наши близкие вернулись домой живыми и невредимыми, чтобы наши семьи дружно встретили 9 мая, ну и скорейшей победы всем нам. Евгений Владимирович. Хочется пожелать скорейшей победы, победа будет за нами, и сохраняйте историческую память, любите свой город, вот, цените каждый день, каждое мгновение. Мария Анатольевна, ну, я думаю, в завершении, может быть, пару строк знаю, что у вас есть прекрасные стихи и посвященные нашим бойцам во все времена. Пожалуйста. Так и есть. Стихи все достаточно длинные, поэтому я прочту коротенький отрывок. Выбирала, какое стихотворение прочитать. Есть строчки, которые соединяют Великую Отечественную войну. И наши герои ФСВО. Пропиталась земля крови в прежних боях, укрывала героев в могилах, бережет до сих пор павших без вести прах где-то там, в неприметных низинах, где трава да береза над гробью взамен, где лишь птиц перелетных напевы. Но опять в мире ветер больших перемен. Вновь война поджигает нам нервы, вновь бессмертный наш полк будто снова в строю. И героям сегодняшних дней помогают с небес те, кто выиграл войну. Ждет страна с фронта добрых вестей. Страны история всегда навеки с нами. Странит забытых нет, пульсирует в крови. Как щит пусть будет китель деда с орденами. Для воинов, что снова впереди. Спасибо вам большое. Спасибо за участие в нашей программе. На этой прекрасной ноте мы ее и завершаем. Спасибо. Мы вместе отмечаем 80-ю годовщину освобождения Севастополя. Это важное событие напоминает нам о героических подвигах наших предков, которые сражались за свободу и мир. Мы гордимся тем, что наша страна смогла противостоять агрессорам и защитить свою землю. Наши деды и прадеды оставили нам наследие, которое мы обязаны беречь и передавать следующим поколениям. Пусть наша память о героях всегда будет живой и яркой. Берегите себя и до встречи в эфире.